Привет дорогие зрители! Несмотря на позднюю осень и уже морозец, работы у меня в саду не прекращаются. Обрезал яблони. Они в этом году прекрасно поработали и для людей и для животных вкусных плодов хватило. И пришло время проредить, обновить сад. Яблони массово плодоносят обычно через год. Поэтому как раз самое время сейчас сильно обрезать, убрать все лишнее, сформировать кроны где нужно, чтобы за следующий год деревья отросли как следует и через год уже просто завалили нас урожаем. Ветки яблони прекрасный дополнительный веточный корм для кроликов. Кора содержит много полезных веществ, витаминов, элементов. А сама древесина это зубная щетка для ушастиков, плюс стачивать хорошо резцы. Так что все на пользу. Каждый ушастик получает свою веточку. Самки с малышней охапку. Даже ветки толщиной до 5 сантиметров я пилю и даю животным. Тут главное, чтобы кора не была корявой, омертвевшей. И если она гладкая, живая, то ушастые бобры очень быстро и качественно ее ошлифуют. Вот слепыш получил свою веточку любимую. Я сразу пилю ветки сантиметров по 45 размером. Ну, чтобы обработанные кроликами дрова, можно было затем направить в печку сразу прямиком. Ветки потоньше идут на растопку, потолще уже вполне могут послужить таким поддерживающим топливом, когда нет сильного мороза. Ветки лишенной коры сохнут очень быстро, буквально пару недель полежат и горят уже как абсолютно сухие. Так что у меня кролики участвуют в программе безальтернативной энергетики. Помимо яблонь у нас рядом неподалеку дорожники или энергетики, не знаю, обрезали молодую поросль березы в зоне под проводами вдоль дорог. И я эту поросль также даю кроликам. Конечно, береза она не так хороша и полезна для ушастиков, как яблоня. Но в качестве таких зубных щеток и эти ветки тоже сойдут. Даю я понемногу, чисто для разнообразия. В большом количестве береза может вызывать мочегонный эффект. Ну это конечно в основном, когда веники с листвой ветки в меньшей степени, но тем не менее мочегонный эффект все равно может быть. А это ни к чему, все хорошо в меру. У нас уже установились морозы где-то 5-10 градусов мороза. Через недельку таких вот температур я начну заготавливать хвойные ветки для кроликов, елка, сосна. Минимум дней вот 7 должна такая устойчивая холодная погода постоять, мороз, без потепления. Тогда эфирных масел в хвойных ветках становится значительно меньше и их уже можно без опаски давать животным. Они уже не смогут вызывать раздражение ЖКТ. Замечал, что при наличии веток в клетках кролики меньше портят инвентарь, им есть чем заняться, меньше времени остается на то, чтобы грызть маточники и так далее. Ну просто от безделия. Кстати, чем толще ветка, тем удобнее. Тонкие веточки кролики могут выбрасывать сквозь прутья клетки, ну как с сеном происходит. А толстые всегда остаются внутри и заменяются по мере того, как животные полностью их обглодали от коры. Ну вот, на этом все, друзья. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале Фермер-Одиночка. Субтитры создавал DimaTorzok